В регионе существует множество проблем, которые ждут своего решения. Неправильное освоение выделенных из бюджета средств, нехватка качественной питьевой воды, незаконные действия, происходящие в отопительный сезон. Эти и другие вопросы обсуждались на сессии Маслихата с участием Акима области Марата Ахмеджанова. На очередной пятой сессии областного Маслихата Акима области Марата Ахмеджанов, выступивший с отчетом перед народными избранниками, отметил темпы развития и актуальные вопросы всех отраслей. Подчеркнув, что среди депутатов есть аграрии, он поручил совместно решать проблемы, возникающие в ходе уборочной кампании. Также необходимо предотвращать незаконную деятельность в любой сфере, сказал он. Обеспечение теплом и водой жителей региона сегодня также является актуальным вопросом. Марат Ахмеджанов открыто заявил, что его не устраивает качество воды в городе. Качество воды не соответствует никаким стандартам, которые имеются в городе Кокшетов. Поэтому сегодня мы посмотрели, в чем проблема. Практически стройка идет, она готовится. Оборудование сейчас изготавливается в Объединенных Арабских Эмиратах. Планируется в марте-апреле доставка сюда. Будет монтирование, и мы запустим. Бюджетные средства, пожалуйста, есть. По области действительно много проблем, но не обошлось и без приятных новостей. Так, выделяемые средства для бесплатного питания учащихся первых четвертых классов в Акмолинском регионе – самые высокие по Казахстану. Ежедневно на каждого ребенка тратится более 700 тенге. Выступившие в ходе сессии депутаты также обсудили вопросы районов области. Депутат Ахламжан Саханов рассказал о неблагополучии ситуации в селе Степное от Басарского района. В 2011 году на карте схемы района города от Басар появился еще один поселок с названием Степной. Строительство жилья в поселке активно реализуется в рамках государственной программы и рассчитано на перспективу. Однако, дороги внутри поселка Степной непригодны к эксплуатации. Конструкция дорог не соответствует современным требованиям. Асфальтное покрытие отсутствует. Прошу вас оказать поддержку жителям поселка Степной, города от Басар и оказать содействие по положительному рассмотрению бюджетной комиссии и по выделению средств из бюджета для финансирования вышеуказанного проекта. Депутат областного маслехата Клара Мендебаева сообщил, что в селе Буланды района Баржанцау началось строительство новой школы. Образовательное учреждение будет готово встретить школьников в 2024 году. Пока же дети учатся в здании национального парка Бурабай. Так, разъяснив важность проекта, народный избранница попросила Акима области выразить поддержку. Также в этом районе достаточно неотложных проблем, таких как дороги и вода. Район Баржанцау из 35 населенных пунктов. Санкт-Петербургом вода поступает в 15 север, а в 19 северах вода в 15 пунктах. В одном селе, только за зерну, вода привознает. Но сейчас в следующем году выделено из бюджета деньги на ремонты. И за зерну поселки на следующем году начали работать по капитальной ремонту водопровода. Было несколько раз, а веселых. Выделено в руках двух миллиардеров. Это реконструкция и разработка ПСД. По итогам заседания обсужден областной бюджет на 2023-2025 годы. Василий Павлидев, Аризас Албекова, Павел Соловьев, Кокщаяк-парад.